Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Боги. Картина жизни богов на Олимпе дана по произведениям Гомера, Илиадии и Одиссея, прославляющим родоплеменную аристократию и возглавляющих ее басилевсов, как лучших людей, стоящих намного выше остальной массы населения. Боги Олимпы отличаются от аристократов и басилевсов лишь тем, что они бессмертны, могущественны и могут творить чудеса. Зевс. Рождение Зевса. Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и обретут его на ту же участь, на какую обрек он своего отца Урана. Он боялся своих детей и повелел Крон жене своей Реи приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. В ужас приходила Рея, видя судьбу детей своих. Уже пятерых проглотил Крон, Гестию, Диметру, Геру, Аида Гадеса и Посейдону. Рея не хотела потерять и последнего своего ребенка. По совету своих родителей, Урана неба и Геи земли, удалилась она на остров Крит, а там, в глубокой пещере, родился у нее младший сын Зевс. В этой пещере Рея скрыла своего сына от жестокого отца, а ему дала проглотить вместо сына длинный камень, завернутый в пеленки. Крон не подозревал, что он был обманут своей женой. А Зевс тем временем рос на Крите. Нимфы Адрастея и Идея лелеяли маленького Зевса. Они вскормили его молоком божественные козы Амалфеи. Пчелы носили мед маленькому Зевсу со склона высокой горы Дикты. У входа же в пещеру юные куреты ударяли в щиты мечами всякий раз, когда маленький Зевс плакал, чтобы не услыхал его плача Крон и не постигла бы Зевса участь его братьев и сестер. Зевс свергает Крона. Борьба богов олимпийцев с титанами. Вырос и возмужал прекрасный могучий бог Зевс. Он восстал против своего отца и заставил его вернуть опять на свет поглощенных им детей. Одного за другим изверг из уст Крон своих детей богов, прекрасных и светлых. Они начали борьбу с Кроном и Титанами за власть над миром. Ужасно и упорно была эта борьба. Дети Крона утвердились на Высоком Олимпе. На их сторону стали и некоторые из Титанов, а первыми Титан Океан и дочь его Стикс с детьми рвением, мощью и победой. Опасна была эта борьба для богов олимпийцев. Могучи и грозны были их противники Титаны. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они выковали ему громы и молнии, их металл Зевс в Титанов. Борьба длилась уже десять лет, но победа не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Наконец, решился Зевс освободить из недр земли сторуких великанов Гепета и Хейлов. Он их призвал на помощь. Ужасные, громадные как горы, вышли они из недр земли и ринулись в бой. Они отрывали от гор целые скалы и бросали их в Титаны. Сотними летели скалы навстречу Титанам, когда они подступили к Оленку. Стонала земля, грохот наполнил воздух, все кругом колебалось. Даже Тартар содрогался от этой борьбы. Зевс метал одну за другой пламенные молнии и оглушительно ракучущие громы. Огонь охватил всю землю, моря кипели, дым и смрад заволокли все густой пеленой. Наконец, могучие Титаны дрогнули. Их сила была сломлена, они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. У медных, несокрушимых врат Тартара на стражу встали сторукие гекоконфьеры. Истерегут они, чтобы не вырвались опять на свободу из Тартара могучие Титаны. Власть Титанов в мире миновала. Борьба Зевса с Тифоном Но не окончилась этим борьба. Гея Земля разгневалась на олимпийца Зевса за то, что он так сурово поступил с ее побежденными детьми Титанами. Она вступила в брак с мрачным Тартаром и произвела на свет ужасное стоголовое чудовище Тифона. Громадной сотней драконовых голов поднялся Тифон из недр земли. Диким воем всколебал он воздух. Лай собак, человеческие голоса, рев разъяренного быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бурное пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась под его тяжкими шагами. Боги содрогнулись от ужаса. Но смело ринулся на него Зевс-громовержец, и загорелся бой. Опять засверкали молнии в руках Зевса, раздались раскаты грома. Земля и небесный свод потряслись до основания. Ярким пламенем вспыхнула опять земля, как и во время борьбы с Титанами. Моря кипели от одного приближения Тифона. Сотнями сыпались огненные стрелы молнии громовержеца Зевса. Казалось, что от их огня горит самый воздух, и горят темные грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону все его сто голов. Рухнул Тифон на землю. От тела его исходил такой жар, что плавилось все кругом. Зевс поднял тело Тифона и незвергий мрачный Тартар, породивший его. Но и в Тартаре грозит еще Тифон богам и всему живому. Он вызывает бури и извержения. Он породился и химми, полуженщины-полезмени, ужасного двуглавого пса Орфа, адского пса Кербера, вернее Скулгидру и Химеру. Часто колеблют Тифон землю. Победили боги-олимпийцы своих врагов. Никто больше не мог противиться их власти. Они могли теперь спокойно править миром. Самый могущественный из них, громовержец Зевс, взял себе небо. Посейдон – море, а Аид – подземное царство душ умерших. Земля же осталась в общем владении. Хотя и поделили сыновья кроны между собой власть над миром, но все же над всеми ними царит повелитель небо Зевс. Он правит людьми и богами. Он ведает всем в мире.